Галлюцигения 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 в новый род. Найденные опросы не были полными и таким образом Моррис реконструировал животное ходящим на колючках, а на спине у нее находились ножки, снабженные щупальцами. Темное пятно на одном конце животного было интерпретировано как невыраженная голова. Только передние щупальцы могут легко дотянуться до головы, это означает, что щупальцы могли удерживать и подносить пищу к рту. Моррис предположил, что полая трубка внутри каждой щупальц могла являться ротовой полостью. Это предположение вызвало многочисленные вопросы, например, как галлюцигения могла перемещаться на своих жестких и почти неподвижных иглах. Но данная реконструкция была принята в качестве наилучшей имеющейся интерпретации. Альтернативной интерпретацией считается, что галлюцигения могла быть придатком большего неизвестного животного. Для этого был прецедент, например, как рот аналмалкарис был первоначально определен как три отдельных существа. Учитывая неопределенность таксономии, галлюцигения ориентировочно находятся в пределах типа лобопод, в котором было много филогенетических ветвей, содержащих многочисленных странных червей с ногами. В 1991 году Ларс Рамсколд и Хоук Суангуанг, работая с дополнительными образцами галлюцигенида микродиктиона из Нижнего Кембрия маотиашанских сланцев Китая, отметили галлюцигению как анихофору или бархатного червя. Они перевернули окаменелость, интерпретируя щупальца, которые, по их мнению, были парными, как структуру для ходьбы, а колючки как защитный механизм. Рамсколд и Хоу также считали, что капля, интерпретированная как голова, на самом деле просто пятно, которое появляется на многих образцах, не сохранивших части анатомии. Это пятно может быть артефактом разложения. Галлюцигения, несомненно, является панартероподом и уже давно интерпретируется как стволовая группа анихофор, позиция которой в настоящее время нашла поддержку после проведения филогенетического анализа. Ключевым символом, демонстрирующим эту близость, является строение шипов из конических элементов. Та же самая конструкция шипов и у современных анихофор. Галлюцигения также проявляет некоторые унаследованные признаки от предков акдисозой или линяющих, которые отсутствуют у современных анихофор, в частности определенные строения передней кишки. В 2002 году Десмонд Коллинз неофициально предложил, что новые окаменелости галлюцигения из бёрджерских сланцев имеют мужские и женские формы. Один с твердой соединительной линией, устойчивой шеей и шаровидной головой, а другой тоньшей и с маленькой головой. Дальнейшие виды представлены из чинджанских сланцев. Галлюцигения была впервые описана из бёрджерских сланцев в юго-западной провинции Британской Колумбии в Канаде. 109 экземпляров галлюцигения известны из Большого Филопода, где не составляют 0,3% от общего животного сообщества. Изолированные шипы галлюцигенит, однако, широко распространены в различных кембрийских отложениях. Они сохранились в виде углеродных и минерализованных окаменелостей. С латинского название галлюцигения переводится как «нереальное». Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал или вступите в группу канала, ссылка будет в описании. Там вы сможете узнавать о выходе новых видео. Поддержите проект. Субтитры создавал DimaTorzok